Суть зя не аспирант политеха. Ситуация у парня анекдотичная. В январе прошлого года приехал в Россию на три дня, чтобы сдать экзамен и вернуться на родину, как раз к китайскому Новому году. В этот момент страны закрывают между собой границы. В итоге приехал на три дня, остался здесь на год. Даже одежду взял всего на три дня. В этом до сих пор и ходит. Если вы планируете только три дня в командировке, наверное, и придется полтора года, но придется, но будет много проблем. А у вас жена еще есть? Это самое интересное, но тяжело. Я не могу вернуться. И жена каждый день рукает со мной. И как-то тяжело. Суть зянь официально расписался со своей женой, а вот свадьбу сыграть не успел. Эта новогодняя ночь тоже прошла мимо. Китайцы очень строго относятся к самоизоляции и до сих пор выходят из своих общежитий только в магазин. Суть зянь, например, уже полгода не был в парикмахерской, поэтому какой там Новый год? Суть зянь, сегодняшний Новый год как ты встретил? Один встречал Новый год? Я? Да, да, ты. Ну, конечно, один. В России. Вечером позвонил родители и звонил жены. Поздравляю нашего Нового года. Студент говорит, что наши новогодние традиции похожи. Перед праздником китайцы тоже наводят порядок в доме, закрывают все долги и дела, а главное – стремятся оставить все плохое в уходящем году. Мы, нам как-то Новый год обязательно собирается вместе. Всю семья с родителем готовим, приготовим разные блюда и пить, ну, пить чуть-чуть алкоголя. Мы с помощью Нового года, Нового года еще собираемся. И как-то в работе или как-то в жизни, у кого есть проблемы, ну, можно спросить помощь. Да, тоже важное значение. Литом после защиты Суть зянь все же планирует вернуться домой. Да и уже пора, пока молодая жена не ушла к другому. Я говорю, к сожалению, в этом году в России я не могу домой. И как-то все нормально, я обязательно вернусь, с вами встречаемся, не забывай мне. Ирина Корчагина, Николай Шелко, День с толком.